Я изучал, сколько продаж билетов, и вот в 8 часов вечера оставалось продажа всего 11 до 5000 рублей. Соответственно, сколько зрителей конкретно пришло и какая сумма? По-моему, у нас там 8800 зрителей. Это не считая тех, кто в итоге... Вы же видели, что вокруг ринга пришлось новый портер мутить и сажать людей, потому что уже просто места не было. Места, заведенные в продаже, их уже не было. Мы просто ставили белые стулья, рассаживали людей и так далее. А что тут сказать? Ну, по 9 тысяч было. Будем сейчас говорить, 11-12. Тут арена на 11, но за счет того, что стоит ринг, мы часть месту сами у себя воруем. Сумма, которую хотели заработать, это 24 миллиона, она... Будет? Да. Нет. Не получилось на билетах столько, но неплохо срубили. Я думаю, там 15-ку срубили на билетах. А после такого окончания реально ли продать четвертый бой Магомеда Исмаилова и Плать? Это невозможно. Это невозможно. Мага должен два раза круто выиграть по ММА. Чтобы заговорили снова про бой. Вот так. Сейчас бы другой бой круче продался какой-нибудь, например. Минеев, Вага. Ну, опять же, Вага как будто бы социально активен, но, честно говоря, недостаточно социально активен, потому что он не дерется. Можно сколько угодно говорить, ходить, там прочее, надо драться. А Магомед Исмаилов вообще, ну, что для него дальше по-вашему? Я почему спрашиваю? В принципе, до этого боя таких вопросов, наверное, не могло возникнуть, а сейчас вот казалось, что он прям большой урон принял, и реально вопрос возникает. Ну, карьеру он не завершит, наверное, но два раза в год можно получать деньги за какие-то подробительные бои, потому что мы платим большие бабки. Сейчас большие бабки. Магомед Исмаилов может сказать, ребят, если кто-то хочет видеть меня в ринге, в клетке, где угодно, платите и найдусь, сколько заплатят нельзя. Все равно их немного, эти ребята, эти ребята, они на вес золота. Раньше был еще АЕ, сейчас как бы, ну, непонятно, что с ним. Минеев, Исмаилов, Шерменко. Раз-два и обчелся, если честно. Люди, которые могут реально собирать вот так. Понимаете, я, как ты говорил, о том, что я могу под заказ 15 тысяч на арену собрать на обычный среднечковый бой. Собрать, знаете, тикицейлеров. Пацаны таджики, пацаны калмыки, пацаны русской трибуны. И раз, раз, но сегодня-то по-другому чуть было. Вопрос был не в том, сколько людей, а в том, как они были вообще задействованы и заинтересованы. Компания пульса просто, ребята мимо проходили, девочки. Вот так. Компания, вам за Магомеда не было тревожно, походу, этого бояком? Я понимал, что там где-то на грани он идет. Вот, он же мог, если бы понимал, что совсем поплыл, он бы не встал, но он вставал и продолжал. Красавица. А вы вот насчитали, сколько было вообще нокдаунов? Потому что, по-моему, бесчисленное количество будет. Ну, нокдаун в пять. Четыре, по-моему, отчитали. Какой-то вот самый яркий момент. У меня такое чувство, что Вова хотел продолжение сам. То есть он не дожимал умышленно? Ну, нет, так нельзя сказать, что он не хотел его добивать. Вот это, ну, не буду сейчас вот этого говорить. Нет, ну, просто не... Это же с рисками тоже связано. Ты когда начинаешь много бить, ты начинаешь уставать. Ты можешь немножко начинаешь раскрываться, как бы, да, открываться. Можно было пропустить банку. Мага все равно даже на фоне того, что сильно устал, продолжал выбрасывать удары. Выложи. Вадим, надо у Вова подписать перчатки. Друзья, в этой небольшой паузе хотим рассказать об акции партнера нашего канала. Сегодня для всех новых клиентов доступна беспроигрышная ставка до 3000 рублей. Для участия зарегистрируйся с промокодом SAVE3 и сделай ставку до 3000 рублей. Если ставка не сыграет, наш партнер вернет всю сумму на внутриигровой счет. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод SAVE3. Всем удачи! Камил, по поводу теоретических боев для Владимира. То есть понятно, что сейчас, наверное, в первую очередь Иван Штарков. А в целом вот был момент, когда Майк Перри с Магомедом Исмейлом, там был какой-то теоретический бой, была дуэль взглядов. Сегодня вот как раз Перри с Джейком Полом ночью будут драться. А вот реально ли Перри будет привести для Владимира? То есть Россия, США, противостояние? Сейчас кто-то улыбнется, напишет, что я там, как всегда, несу чушь. Его никто не знает. Вот спросите, вот сегодня в зале сидели, там, 9 тысяч человек. Просто спросите, сколько из них знают, кто такой Майкл Перри. Человек 200. Кто в теме? Из них 100, это вот вы, СМИ. И еще 100 в зале. Они, которые бы сказали, да, мы знаем Майк Перри. Остальные вообще не знают. А вот Минеев и Смейл для них это уго-го. И Бадаев с Ульянов для них уго-го. Схваточку надо дожать. Так, насчет этой схватки. Анатолий говорил, что вы ему предложили 30 миллионов. Это 50 миллионов предложили или 30. Или 30, да, сколько предложили. 15 миллионов ребята получат. Еще, Толя, еще нашел спонсора, чтобы еще 15 получить. То есть, он 30-ка выйдет. Но мы, я Слабек позвонил, Гарс Ламбек, он нашел еще одного партнера. Он говорит, я на 15 подписался, я готов. Там Толя, сколько он себе там еще дополнительно найдет, то это его дело. Ну вот он нашел. То есть схватка это точно будет? Ну, я не могу сказать, что он точно будет. Но вы же понимаете, это как бы... Я не услышал там, что раз и пожали руки. Как было, с Магой мы сели, пожали руки. С Вовой сели, пожали руки. Сейчас довелось Анатолию как раз пару вопросов. Ну вот, во время боя, сразу после боя. Он сказал, что он вроде бы упомянул сумму в 30 миллионов. И вроде бы как сказал еще, что этого пока недостаточно. Но уже вроде как схватка ближе. Соответственно, еще нужно что-то сделать, какое-то усилие. Да нет, в принципе, мне кажется, теперь уже вопрос только когда. Потому что я Толя предложил в сентябре. У меня эта арена забронирована на конец сентября. Он сказал, что он в сентябре не сможет. Там свои дела, планы 1-2. В ноябре готов. Вот так. Мы с ним даже дату обсудили. Повзвращаясь вот к этому бою, хотел уточнить. А вот сейчас с Магомедом не удалось там хотя бы пару слов перекинуться? Ну, понять, как у него дела? Я с собой подошел. Я сейчас Роме написал, Рамазан, говорю, как-то. Он пока не ответил. А, Исмаил, он что, ответил пока на простой финицией? Нет, я написал, как Магаса, Рома, Санары, как здоровье и Магик. Пока не ответил. А вам, как кажется, есть ли смысл Магомеду, в принципе, может завершать карьеру? Потому что уже очень много он денег заработал, естественно. И громких боев таких же, наверное, не предвидится в ближайшее время. Ну, реванш со Шлеменко. А, кстати, по правилам бокса это интересно? Да. Мне кажется, что там даже шансы есть у обоих. С Минеев круче боксер, чем и Исмаилов и Шлеменко. Ребят, пора уже начать мне доверять, да? Я сейчас обращаюсь к тем, кто скажет, за ней. Ну, конечно, он круче боксер. Он просто, он еще и боксер просто. Если бы мне сказали там ММА, я не буду так вот шапкой закидать. Я не стал бы говорить, он точно выиграет у Шлеменко, точно выиграет у Исмаилова. Нет. Там есть, как бы, вопрос. А бокс нет. А вот Шлеменко и Исмаилов по боксу, ну, и войдет. Комида здесь, если повторюсь, а вот вы сейчас смотрите, как разбирают ринг, там, заканчивается турнир. А у вас не возникает ощущение грусти, что как будто бы кроме как фамилии Исмаилов и Исмаилов не получится собрать солд-аут? То есть, вот сегодня редко. Не получится. Я же говорю, я могу собрать солд-аут, но не будет такого ожидания. Когда все вскочили, просто чуть с ума не сошли. А как еще можно солд-аут собрать? Мне кажется, это вообще, в принципе, единственная комбинация фамилий, которая в 8 тысяч соберет. С маму подраться. Это все мои гости. Ну, нет, невозможно. Нужно работать над чем-то. Что-то должно быть. Что-то нужно долго греть. Что-то нужно долго греть. Вот сейчас, например, АЕ Дацик. Крутой бой намечался. Ну, ты же не соберешь на АЕ Дацик людей так сильно заинтересованы. И повторюсь, мы с вами все специалисты. Можно прийти, 20 тысяч будет в зале. Я вон в Минске 24 тысячи собрал на Романкевичу Залузине. Ну, почему там тату у нас пели, понимаете, стадион. В Минске люди скучали, да. Это же другое. Это другое. Вот сегодня было другое. Каждый человек сидел, и каждый был заинтересован. Нет, это невозможно. Нужно... Ну, посмотрим. Я, знаете, в 21-м году, когда прошел бой Мини и Смаилов, у меня такое опустошение было. А сейчас? Сейчас снова. Мне вот эмоции дают только такие бои. Поэтому, когда люди часто говорят, Fight Nights уже не тут. Да просто лень. Лень делать порожняк. Если делать, то делать вот. Вот как сегодня, понимаете. Если делать, то... Нет, я не знаю, что я не собираюсь другие турниры делать. Есть турнир в Ереване. У него есть какие-то задачи. Есть турнир в Москве. Они... У этих турниров задачи. Но сказать, что это вау, это сложно. Это надо несколько лет проработать. А сейчас вы с Анатолием Сыльямовым какими словами перекинулись? О этом турнире какая-то у меня оценка была? Ну, я ему предложил самому посмотреть, как бы, и оценить. Ему музыка наша не нравится. А мне нравится, что эту музыку 9 тысяч человек слушало сегодня. Еще много миллионов аудиторий на Матч ТВ. И люди, в принципе, ушли довольны. И никто не ушел с словами, там, музыка была не та. Ну, кроме того, естественно. Сегодня, кстати, такое было... Ну, такое мероприятие, как... Больше похоже на светское. Вот вам это не напомнило первые годы Fight Nights, когда люди сидели за столами, там, вот... Ну, отчасти, да. Публика какая была, да? Хоккеисты, футболисты, губернаторы, селебрити, там, да? Музыканты крутые, там. Здесь Аня Седокова поет, здесь... Там здесь еще... Ну, движуха была, да. Такой любимый, горячо, любимый мной формат. А было что-то, вот, что вы сейчас постфакту можете сказать, что этого вот не хватило, там, не доработали, может быть? Да нет. Одного боя не хватило, мне кажется, еще вендеркарме, такого хорошего боксерского. Перед этим боем был такой вокруг меня общий информационный фон, что он дерется в 2024 году и завершает. Он сам говорил, меня интересуют другие вещи и так далее. А сейчас он не против подразделения Савагаба, он в 25-м. Это значит, что Минеев продолжает карьеру и завершает его. Я считаю, что продолжает. Все равно это... Все равно это, как сказать... Вот этот уход из спорта, я думаю, что это очень тяжелое решение, непростое. И оно мучительное. Я думаю, уйдя, человек еще долго жалеет. Потом нужно привыкать к новой жизни и так далее. Если ты уходишь на победный полосы. Поэтому... Дим, а можете одну бутылочку Тоса и кинуть? Да нет, дайте лучше уж пульсап. Чего уж там гулять-то гулять. Ну вот. Ну давай открытый пульсап. Вот там тоже глянь, пожалуйста, старик. Смотри, пожалуйста. Кстати говоря, ребят, если вы следили за футболом и знаете, что Файтнайт заняли третье место, то отдельный аплодисмент вот этого человека. Это он, наша команда, тащит. Это его идеи, как за маленькие деньги сделать большой результат. Ой, давай что-то. Блин, где мне? Там вообще на дне. Сори. Ну, короче, вот этот уход из спорта, ну, это Вова еще не пришел как-то. Ему еще вот нужен этот драйв, еще вот эти люди. И я могу сказать, вы знаете, вот он сегодня показательный очень было, что он же не просто дерется, он сегодня, в принципе, ведет социальную работу определенную. Даже тем, что он выступал, говорит правильные вещи, на него приходят люди. Он как, все равно является определенным, определенным символом. И сегодня этот символизм был на лицо. Камила, вот мы вчера говорили про Дагестан, про какую-то культуру в Дагестане. А вы посчитаете тот факт, что Магомед Исмаилов вообще таков? А повлиял ли на него как раз жизнь в России? Он родился в Нижнем Тагиле, много жил в Москве, и его как будто бы это научило самоиронии, готовность смеяться над собой и от какой-то лишней брутальности, может быть, избавил? Ну, как сказать, там, нет, отчасти, да, мы все производные от того, где находимся, от круга общения и так далее. Но при этом таких дагестанцев тоже очень много. Просто почему никого... Он просто взрослый, нет, он просто взрослый, начал, решил ни на кого не обращать внимания. А всем умникам, которые мы звонили, он говорил, пацаны, окей, тогда оплатите мои счета. Просто интересно, почему второй не появился такой. Вот 6 лет есть Магомед и Владимир. А Хасбих. Как не появился. Ну, если серьезно, то... Ну, да. Сложно такие вещи, понимаете? Они еще раскрываются на фоне антагонистов. Мы же никогда бы, вы не узнали бы, насколько хорош Вова, не будь магией, насколько хорош магой, не будь Вова. Согласны? Они раскрываются на фоне этих антагонистов. Поэтому... Другой такой не появится, пока не будет какого-то человека, который будет все время его пушить. Я пока таких противостояний не вижу. Вот два имени возьми, сведи в ринге или в клетке, но там же не будет истории. Пока у меня кризис идей. Сулианов-Бадаев по грейплингу, да. Это идея. А так, в основном, кризис идей. Будем думать. Со спортивной точки зрения, вот бои со штурком по ММА, с Вагабом, для Владимира, это реальный вызов? Или это все же... Конечно, это вызов. Бой по ММА со штурком, это тяжелый бой. Бой с Вагабом, по любым правилам, это тяжелый бой. Это вызов. Потому что мы не можем сегодня бравировать тем, что Володя перебоксировал Магомеда Исмаилова. Но, ребят, объективно, не нужно было из кожи вон вылезти сегодня, чтобы перебоксировать Магу. Как бы это ни казалось драматично, но Вова, будучи в средней форме, перебоксировал Магу. Хватит ли этого для того, чтобы выиграть у Штыркова по ММА? У Вагаба по любым правилам нет. Не хватит. Можно ли сказать, что сегодня все-таки удалось на этих выходных сломать ребят UFC? Я об этом никогда не грезил. Ну, хотите, я немножко так по нискромничаю. Окей. Я уже говорил, что когда Файт Найс уже умел. Кто-то говорит, у них там никого нет, только Магуниев и Смаилов, и вообще это никому уже не нужно, да? У Ярика Степанова, мы были там, у Спаса, что до чего говорили, просто все, Файт Найс. Окей. Я сейчас слышал, ладно, окей. Продолжал свое пихать там. И в итоге подумал, ну что, может небольшой мастер-класс провести, что ли, для всех? Как надо делать? Как сделать крутой бой? Как сделать так, чтобы до хрена народу пришло? Как сделать так, чтобы там федеральный эфир это поддержал? Чтобы были там крутые мужики, красивые женщины, абсолютно разные люди, неожиданные гости? И крутейший бой в конце. Еще восьми раунда, вы заметите. Потому что кто-нибудь сказал бы, ну четыре нормальные, а я давил на то, что это должно быть восемь. И вот получилось. Поэтому у меня есть такое ощущение, что хребет Евсея не сломал, но небольшой мастер-класс, как бы молодежи, перспективный, показал. Пусть кто-нибудь переплюнет. Что нужно для этого сделать, я не знаю. в итоге, когда мы будем подводить итоги 21 века в ММА, в российском, в единоборствах, окей, Лига СССР скажет, что они сделали больше всех ивентов, у них самый глубокий рост, и вообще на Fight Matrix они самые лучшие. Толя скажет, что у него там, я про эти публикации сразу американские сверсты, что у него там самый крутой шоу-кейс и просмотр в Ютьюбе. Наше дело, там еще что-нибудь скажет, и т.д. и т.п. Ну окей, ребята. Я сделал больше всего ивентов, о которых люди просто говорят как об истории единоборств. Как об истории. Это мне и весьмаилов. Это история единоборств в стране для широкого зрителя. Для обычных людей это и есть история российских единоборств, если разобраться. Длиною там уже там 6 лет. А что-нибудь обычный, обычный человек, он что-нибудь вообще знает про единоборство в России? Он знает про российских бойцов, которые дерутся за территорией нашей страны. Федор Емельяненко, Хабиб Нур-Магомедов. Это да, это все знают, вопроса нет. Но это же не российские, по сути, не российские единоборства, не российская индустрия. Это часть. Вот и все. Поэтому хребет мы UFC не ломали, мы, в принципе, туда и не смотрим. А здесь в России, я считаю, что немножко пошумели. А вы не думали о том, чтобы вот, вы сейчас сказали, Федору организовать мирный бой по боксу в России? Вариант. Федор очень дорого стоит, он просит гонорары сопоставимые с теми, которые он получает в Америке. А это для России очень большие деньги, потому что доллар нынче дорог. Ну нет, я просто не понимаю, как эти деньги поднять. Вот сейчас бюджет турниров 90 миллионов было. Вот сейчас вот. Потратили 90 миллионов на этот турнир. Честно говоря, еле-еле я просто наскреб. Вот реально еле-еле. Да, пульсап ключевой, винлайн здорово поддержали. Да и остальные тоже там, вот бренда, хорошо там зашли, билетов много продали, матч ТВ, телевизионные права, но в целом, конечно, тяжеловатенько было. А тут представьте, если там Федор с кем-то и там тоже космические тени, я не соберу. Я не соберу. А самый дорогой турнир бы сколько стоил? Ну, вот этот и Емельянька Мальдонады. То есть этот второй или первое место занимает? Нет, все-таки этот второй. Тогда дороже было. Кого бы привезли Федорова соперники, если бы организовали этот бой? Майка Тайсона. Орловский. Неплохо, хорошая мысль. По боксу? Как согласятся. Орловский только что контракт свой закончился и все вроде как даже не против в России выступать по разным правилам, как он сам сказал. Обратитесь к нему. Ну да, хорошенько. Вроде как у Орловского где-то я слышал, Андрюха точно хочет. Миллион долларов. Миллион долларов. Миллион долларов вы сможете найти на Андрея Орловского с кем-то интересным? Нет, там только с Федором браться. Все остальное никому не интересно. Я вас уверяю. Харитонов. Нет, нет, поверьте, как бы это мы все гим обсуждаем. У Харитонов известный боец, но широко известный в узких кругах называется. Вот, если брать, он чисто индустрийный человек. Федор, он за пределами индустрии. Как и Менеев с Миллионом. Давайте так скажем. А Федор, это и миллион долларов или больше миллиона долларов? Не знаю. Гокс, вот так. Наверное, вокруг миллиончиков. Я бы с ним пытался бы так обсудить, а там какие суммы Федора называть, я не знаю. Ну, то есть, скажем так, если был бы бюджет миллион на гонарар Федора, можно было попробовать ему позвонить, да? У меня это право есть, я считаю, я с Федором работал, и я считаю, что у нас нет повода друг другом недовольными оставаться. Федор и Орловский смогут собрать какой-нибудь футбольный стадион на 30-50 тысяч? Ну, если готовится, полгода, да. Это реванш. Камилос, позвольте вопрос еще, просто уже созрел именно в формате нашей дискуссии такой. У нас есть действительно такие главные имена в российских единоборствах, это Емельяненко, Федор, и, не подожди, из Кобиды Нармагомедов, но при этом сейчас у России есть действительно главный паунт Ислам Махачев. Вот если бы представить, ну, опять же, гипотетически, что в лице в роли Ислама Махачева был бы, например, по уровню медийки, по уровню раскручивания себя Магомеда Смаил. Это был бы, не знаю, второй Кондор Макгрегор, например, в ММА. Мага? Да. Ну, если бы Мага был бы в теле Ислама Махачева и по уровню спортивной компетенции. То есть, другими словами, может ли Мага для России быть те же, что и Конор для мира? Ну, не совсем, нет. Мы представляем, что у Ислама Махачева есть определенные проблемы именно с медийкой в плане А, если он был как Мага? Да. Ну, да. Тогда бы да. Но Ислам другой, таким как Мага, уже не будет. Хорошим и плохим, кому что нравится, ну, просто не будет. Ислам, Ислам вообще уже, он номер один по Упалу, ему вообще уже меняться не надо, понимаете, да? За чем мне меняться-то? Я вот номер один в мире и все. Находить на тот соперника. Но я вам могу сказать, что я считаю, что Исламовские бои, они для мира сегодня, для мирового ММА, они не являются из ряда вон выходящим событием. На мой взгляд. Для российского, да. Для фанатов UFC, да. Но сказать, что бой Ислама Махачева с Парье с ума сводит людей во всем мире, ну, такого, честно, нет. На мой взгляд, нет. Нет ощущения, что и в России особенно сводит с ума. Опять же, если мы там берем Хабиб Парье, даже Хабиб Коннор, вообще надо было в таком тренде, понимаете. Ислам Парье непосредственно, мне кажется, лично, кроме фанатов Физинодорса, особо люди даже... Да. Ну, не то, что прям только фанатов, чуть пошире аудитория, телек на это работает, но в целом, да. Если не путаю, там, ближе к осени, по-моему, или летом 18-го года ходили разговоры, что вот Владимир Минеев буквально вот-вот еще чуть-чуть и может перейти в UFC, так этого и не случилось. Можно сказать, что выиграл Владимир Минеев от этого по итогу? Да, однозначно. Чего бы он там сидел, разогревал бы кого-нибудь сначала год, потом бы еще что-то. Ну, видите, у него здесь получается совмещать и СВО, и где-то бизнес, работу, и выступление. Ну, UFC он бы смог так делать, да нет, конечно. Он бы очень быстро там деградировал, сошло бы все на нет. А здесь все равно есть возможность как-то друг под друга подстраиваться. Я под него, под меня, мага под нас, мы под магу. Ну, понимаете же, о чем я? Здесь есть, скажем так, ну, диапазон такой, да, куда двигаться. В UFC ты что, в UFC ты просто сотрудник до поры до времени, пока ты не стал суперзвездой. Ну, что, ребята, отпустим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok